Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня Raven Squad Operation Hidden Dagger. Смесь стратегий и шутеров в несколько необычном смысле. Меняется только перспектива, но менеджмент не добавляется. Darkest of Days. Яркий пример того, как большим амбициям и бурной фантазии разработчиков помешал маленький бюджет. Но некоторые геймплейные фишки всё же вытягивают игру. Это не крик сумасшедшего. Это название игры Ragless Disregard for Gravity. За неудобоваримым названием скрывается симулятор свободного падения под зажигательную музыку с исполнением разнообразных трюков. Resident Evil 5. Продолжение культовой серии игр Survival Coral. В главной роли Крис Рэдфилд, бывший член отряда Stars Alpha Team. Darkest of Days. Проект от малоизвестной студии, который большого ажиотажа среди геймеров пока не вызвал и, похоже, не вызовет. Но одна интересная особенность у этой игры всё же есть. Это сюжет и концепция геймплея. Darkest of Days посвящен очевидный, но от чего-то слабо использованный шутерами теме путешествий во времени. Главный герой – солдат Александр Моррис, участник гражданской войны в США. Во время кровопролитной битвы он становится свидетелем удивительного происшествия. В воздухе открывается портал, откуда неожиданно выходит некто. В пылу перестрелки незнакомец успевает втолкнуть главного героя в пространственную дыру, но сам погибает. Так Моррис оказывается в будущем, где выясняется, что некая организация занимается любимым делом всех теоретиков времени. Воздействует на настоящее, изменяя ключевые моменты прошлого. Корпорация не ограничивается убийством отдельных личностей, а стирает целые события мировой истории. Говоря о Darkest of Days, нельзя не упомянуть издателя этой игры – компанию, которая всю сознательную жизнь занималась выпуском компьютерных симуляторов в казино. Заработав состояние на игорном бизнесе, они неожиданно решили заняться прекрасным, то есть профинансировать художественную компьютерную игру. Впрочем, бюджет проекта все равно оказался довольно скромным, что видно невооруженным глазом. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 768 МБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске шутер Darkest of Days займет 5 ГБ. Геймплей игры строится на выполнении различных заданий, которые дает вам представитель таинственной организации. Исполняя поручения, вы изменяете ход истории. Непосредственно миссии выполнены по классической схеме. Вы прибываете на место, где вам необходимо добраться из точки А в точку Б, попутно уничтожив всех встречающихся врагов. Оружие будущего просто необходимо даже во время поездок в прошлое, потому как ваши враги непреминутым воспользоваться. Надо отдать разработчикам должное. Модели всех ружей и пистолетов выполнены добротно, так что любители раритетных стволов смогут вдоволь пострелять из винтовки Генри, Спрингфилда, Моргана, Джеймса и, конечно, револьвер Кольта. Четверка за геймплей. Внешность игры больше напоминает третисортный охотничий симулятор, хотя работает Darkest of Days на собственном движке. Кроме этого, малый угол обзора не позволяет нормально сориентироваться на местности. Впрочем, через консоль этот недочет можно исправить. Двойка за графику. Звук также не может похвастаться высокими показателями. Если выстрелы звучат еще довольно реалистично, то фоновая явно навевает скуку. Тройка за звук. Даркест оф Дэйс Яркий пример того, как большим амбициям и бурной фантазии разработчикам помешал маленький бюджет. Но некоторые геймплейные фишки все же вытягивают игру. Вы сможете управлять отдельными солдатами. Ваши противники обладают моралью и могут разбежаться в панике или наоборот действовать очень оперативно. Но, несмотря на это, слабая графика и звук отпугнут многих геймеров. Тройку получает сегодня игра Darkest of Days. Кстати, еще в далеком 1996 году был Action Time Commando. Про то, как в будущем придумали специальную программу, имитирующую битвы всех эпох человеческой истории. Так что Darkest of Days и в этом плане можно считать вторичным продуктом. Но вопросы по игре все равно приходят. И на самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. У меня иногда при перезарядке заклинивает ружье и револьвер. От чего это зависит? Отвечаем. Во время перезарядки можно, как и в реальной жизни, либо все сделать быстро и правильно, либо замешкаться и затянуть этот процесс. В игре вам нужно вовремя нажать второй раз на кнопку перезарядки, когда зеленая шкала окажется в области, отмеченной прямоугольником. Таким образом, вы все сделаете быстро. Но если промахнетесь, обоим и заклинет. Вопрос. Никак не могу пройти миссию в ночном лесу. Меня все время убивают. Что делать? Отвечаем. Не отходите далеко от ваших солдат. Обратите внимание, что они засели в кустах и ждут, пока по дороге пройдет конвой. Точно так же нужно поступить и вам. Вопрос. Мне говорили, что в игре есть секретный уровень. Как на него попасть? Отвечаем. В самом конце, когда герой возвращается в комнату инструктажа, надо подойти к деревянной двери, дождаться появления иконки и удерживать клавишу использовать. После того, как игра закончится, вас ждет секретный уровень. Raven Squad Operation Hidden Dagger. Это новый, достаточно интересный продукт от разработчиков из Atomic Motion. Основной интерес этого проекта представляет его гибридность. Вы можете играть как за конкретного солдата, так и в стратегическом режиме. Объединение стратегии шутера экспериментальный жанр, о котором в разное время обламывали зубы многие. Все подобные проекты сейчас сравнивают с серией Savage. Вот и Raven Squad ему поначалу тоже принялись сопоставлять с этим сетевым боевиком. Как вдруг выяснилось, что оснований для сравнений очень мало. То, что на первый взгляд выглядело типичной многопользовательской мясорубкой, при детальном осмотре оказалось куда более спокойной и оригинальной игрой. Хотя в основе Raven Squad все то же слияние двух жанров. Упор будет сделан на однопользовательскую кампанию. Произнося эту клятву, разработчики обычно делают надрез на большом пальце руки и прижимают его к пресс-релизу под строчкой «Исключительно качественный сюжет». А вот и он. Таинственная группа олигархов теряет какой-то важный портфель в джунглях Амазонки. Чтобы вернуть пропажу, они обращаются за помощью в частную военную организацию. В результате под завязку забитый наемниками самолет отправляется к месту назначения, где его беспардонно сбивают. Выживших в крушении бойцов ждет еще одно испытание. На берегах Амазонки идет гражданская война. Внешне это прекрасная декорация. Здесь удобно расположить укрытие вроде густых кустов и толстых стволов деревьев. Кроме того, время в Амазонке как будто замерло, гордятся разработчики. Последнее замечание тут вот к чему. Игра происходит в будущем, поэтому авторы не ограничивают собственную фантазию в смысле разновидности вооружения. А выдумывать какие-то оригинальные локации не пришлось. Джунгли во все времена одинаковы. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти, а также 3 ГБ на жестком диске. Наемников выжило 8 человек, по четверо в двух командах. Классы внутри команды определены через вооружение. У каждого наемника как минимум по два ствола. Игрок либо проходит миссии сам, либо вместе с товарищем в кооперативе по команде на человеком. В режиме шутера можно свободно переключаться между подчиненными. Но в любой момент игрок может сменить угол обзора, чтобы раздавать команды своим подопечным. Так удобнее устраивать засаду, пряча бойцов в укрытиях. В итоге получается, что РТС режим — это, условно говоря, просто вид сверху. Обыкновенная смена перспективы. И в этом его уникальность. Но нам почему-то кажется, что не все геймеры смогут распробовать изюлинку этой игры. И наша оценка геймплея будет всего 3 балла. Правда, за отсутствие прыжка и глупых напарников, которые лезут под вылетающую ракету, можно было поставить и 1 балл. Внешняя игра выглядит простовато. Мало того, что текстурки и спецэффекты не очень зрелищные, так еще и декорации а-ля «Бесконечные джунгли» надоели уже пару лет назад. В общем, на зрелищность игры не рассчитывайте. Ни технически, ни концептуально игра вас не порадует. 2 балла за внешний вид. Озвучка также не блещет шикарными спецэффектами и драйвом музыкального сопровождения. Троечку за звук поставить можно, но не более. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук. Сейчас, с появлением новых технологий, гибриду стратегии шутера снова просыпается спортивный интерес. Пока все это по-прежнему напоминает авантюрный эксперимент, но идея закаляется. Отпадают лишние детали, реализация полируется. Еще пара успешных сплавов, и крупные издатели снова обратят на этот жанр внимание. А пока что Raven Squad Operation Hidden Dagger получает всего 2 балла. Что тут можно сказать? Игра Raven Squad Operation Hidden Dagger кое-чем заинтересовать может. Но, к сожалению, есть и недочеты, как в игровом процессе, так и во внешнем виде. Поэтому, если эта игра вас заинтересовала, предлагаем вам посмотреть наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Вопрос у нас сегодня будет один-единственный, но, что интересно, касается он с самого начала игры. Помогите мне пройти игру. Застрял практически сразу на обучении. Что-то я вообще ничего сделать не могу. Мне нужно разбить ящики, а сделать это нечем. Отвечаем. Тут нужно определиться с конкретным моментом. Если этот склад с оружием, тогда нужно переключиться на бойца с ракетницей и взорвать склад. При неудачной попытке вы сможете сделать это еще раз, взяв новый снаряд. Если же имеется в виду следующее задание, когда в режиме стратегии нужно очистить проход, заваленный ящиками, то необходимо кинуть гранату в эти ящики. Чтобы эта граната появилась, нужно подвигать камеру по целям и использовать приближение-удаление. То есть это такой хитрый ход разработчиков. Смотрите далее. Resident Evil 5. Продолжение культовой серии игр Survival Horror. В главной роли Крис Рэсквилд, бывший член отряда Stars Alpha Team. Это не крик сумасшедшего, это название игры Reckless Disregard for Gravity. За неудоговоримым названием скрывается симулятор свободного падения по зажигательную музыку с исполнением разнообразных трюков. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп по моторам. Пойду играть. Паша, тебе гости. Ммм, вы, наверное, моя новая поклонница. Я ваш новый стилист. Да. Сделай паузу, скушай твикс. Reckless Disregard for Gravity. Новый арт-хаус проект, посвященный бейс-джампингу. В 2007 году у некой студии Digital Dimension уже были попытки создать подобный симулятор. Но получилось, мягко говоря, не очень. Посмотрим теперь, что вышло у ребят из DigiBank Games. Бейс-джампинг – это прыжки со специальным парашютом с наземных объектов, например, крыш или высоких гор. Игра вышла в третьем квартале этого года. В отличие от коллег из отечественной Digital Dimension, представивших свое видение экстремального спорта в бейс-джампинг, точка отрыва, умельцы из DigiBank Games очень вольно обращаются с реальностью. Для них главное – свободное падение под зажигательную музыку с исполнением разнообразных трюков. Все остальное отходит на второй план, в том числе и достоверность архитектуры. Здания в этой игре отличаются странными формами и в некоторых местах просто висят в воздухе. Это не программная ошибка, а официальная задумка авторов. Небо и земля, в свою очередь, вообще больше похожи на какие-то грязные пятна. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1,5 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и всего 200 МБ на жестком диске. Игровой процесс Reckless Disregard for Gravity состоит из нескольких режимов игры. В некоторых нужно просто упасть и как можно точнее приземлиться в заданную точку. Другие – посложнее. Там, в процессе падения, нужно как можно ближе прилететь к подвешенным зданиям и ловить так называемые пацируи, призовые очки, по сумме которых высчитывается ваша медаль. При этом точное приземление никто не отменял. Несмотря на кажущуюся однообразность, играть интересно, а уровень отличается фееричной архитектурой в лучших традициях психоделики. Наша оценка геймплея – 5 баллов. Графику в Reckless Disregard for Gravity отличает практичный примитивизм. Несмотря на то, что игра запускается в высоком разрешении и использует шейдеры последнего поколения для неискушенного в технологиях геймера, картинка представляет собой жалкое зрелище. Авторы отстаивают ту точку зрения, будто это фишка. Однако не все представители игровой общественности это принимают, поэтому за графику мы ставим всего 4 балла. А вот музыка в Reckless Disregard for Gravity – высший класс. Динамичный саундтрек и смачные спецэффекты как нельзя кстати вписываются в происходящее. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. Реклис Disregard for Gravity – необычный арт-хаусный проект с примесью психоделики. За одно только это он достоин внимания. Не будем также забывать про тот факт, что в среде симуляции бейсджампинга перед нами по сути первопроходец. При всем уважении к отечественным разработчикам, поведенная нами в 2007 году точка отрыва не идет ни в какое сравнение. Наша общая оценка игры Reckless Disregard for Gravity – 5 баллов. Столь высокая оценка может показаться некоторым слегка завышенной. Однако, не судите только по графике, ведь главное, что привлекает внимание геймеров – игровой процесс. А он тут, поверьте нам, на вполне приемлемом для аркад уровне. А теперь разберемся с некоторыми тонкостями игры, отвечая на ваши вопросы. Первый вопрос. Как на поздних уровнях зарабатывать больше поцелуев? Я максимально близко прилетаю мимо зданий, но очков для золотой медали все равно никак не хватает. Отвечаем. Пользуйтесь спецприемами. Обычные пролеты помогают только на начальных уровнях. Вместо того, чтобы прилетать вдоль стен, используйте финн-супер-скайкрепер. Это позволит вам делать комбо и увеличивать количество поцелуев в разы. Следующий вопрос. В обучающем ролике рассказывали что-то о дополнительных способах, но я так и не понял, что нужно делать. Помогите. Помогаем. Экстра-поинты можно собирать, салютуя зрителям. В тот момент, когда вы прилетаете мимо них, нажмите соответствующую клавишу, и после того, как ваш протеже покажет им большой палец, в вашу копилку упадут экстра-поинты. Не забывайте также и о протестующих. Чтобы заработать на них, покажите им средний палец. На самых последних уровнях у вас также появится возможность разрисовывать граффити в правительственные здания. Все это также приносит вам дополнительные очки. Следующий вопрос. А как увеличить скорость падения? Отвечаем. Хотя это и несколько противоречит закону всемирного тяготения. В Reckless Disregard for Gravity есть такая фишка. Чем ближе и дольше вы летите вдоль здания, тем быстрее падаете вниз. Однако будьте осторожны. И если вы ударитесь о здание, то помимо временной потери ориентации в пространстве, еще и значительно потеряете в скорости. Resident Evil 5. Продолжение культовой серии игр от Capcom. В главной роли Крис Редфилд, бывший член отряда Stars Alpha Team, фигурировавший в Resident Evil образца 1996 года. В Африку Криса занесло не случайно. Черный континент известен как родина самых страшных вирусов, в том числе и вируса Эбола, использовавшегося в экспериментах корпорации Umbrella. После событий первого Resident Evil прошло 10 лет, и Крис теперь уже член некой таинственной организации отправляется на разведку в какое-то селение, где на него, естественно, нападают. Нападают не зомби, а люди, но, подобно христианам из четвертой части, они находятся под действием то ли вируса, то ли паразитов. В отличие от прошлого раза, Capcom не стали делать совершенно новую игру, а соорудили такую Next Gen версию четвертой части. Красивую, явно очень мощную игру, но от предшественника принципиально не отличающуюся. Похож даже первый уровень. В Resident Evil 4 это была испанская деревня, а здесь грязное африканское селение. Четыре раза больше по площади, с еще большим числом жителей и с кучей вещей вокруг, которые можно поломать и разрушить. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 8 ГБ. Играется Resident Evil 5 точно так же. Крис быстрее и сильнее своих противников, он лучше вооружен, но тех слишком много, чтобы можно было выстроить в открытом бою. Приходится постоянно бегать, менять позицию, взбираться на крыше, баррикадироваться в домах и бежать оттуда, когда держать оборону становится уже невозможно. Враги по-прежнему относительно медленные, но они могут забраться в любое место, куда можете забраться вы. Их теперь целые толпы. Еще одна любопытная деталь. В Африке, как и положено, адски жарка. Если слишком долго торчать на одном месте, Крису напечет голову со всеми вытекающими отсюда последствиями, миражами и галлюцинациями. Четверка за геймплей. Графически Resident Evil 5 выглядит очень даже неплохо. По качеству исполнения моделей конкуренцию творению Capcom составит разве что Metal Gear Solid 4 от потрясающей анимации и исключительного внимания деталям. Рассмотреть можно каждую мелочь, вплоть до рисунка татуировки на руке у главного героя. Внешний вид монстров и боссов тоже не подкачал. Пятерка за графическое оформление. Музыка в игре идеально вписывается в общую атмосферу проекта. Здесь нашлось место и нагнетающим композициям, и динамичным саундтрекам. Зомби стонут так, что аж мурашки похожи. Без внимания не остались и остальные интершумы, которые проработаны с вниманием каждой мелочи. Пятерка за звук. Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуй, самым серьезным недостатком Resident Evil 5 является вторичность. Особенно явно она видна при внимательном взгляде на противников. Да, местные обитатели реагируют на ранения, красиво кувыркаются и разворачиваются, смотрятся отлично, но точно так же зевались злобные испанцы в Resident Evil 4, словно старым врагам сменили пигментацию кожи. Несмотря на заимствование и однобразие, жаловаться не приходится. Все очень интересно и в лучших традициях серии. Общая оценка игры 4 балла. Надо заметить, что общая продолжительность игры составляет около 20 часов. И если компании мало, то есть еще хорошо уже знакомая песочница. Мерценрис. Выбираешь персонажа, уровень и пытаешься выжить. О том, как это сделать вам, помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры Resident Evil 5. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как пройти босса летучую мышь? Отвечаем. Вам необходимо сделать следующее. Поставить по центру дороги proximity bomb. Заманить на взрывчатку мышь. После взрыва пальнуть в уязвимое место на животе. Оно розовое. И так несколько раз. Следующий вопрос. Подскажите, как пройти вескера в вулкане, когда стреляешь то в грудь, то в спину? Отвечаем. В какой-то момент можно схватить его сзади, в то время, как Шева будет бить его в грудь ножом. Нужно в это время его держать, нажимая указанную на экране клавишу. Следующий вопрос. Подскажите, как победить вескера, там, где его Джилл прикрывает? Отвечаем. Вам необходимо постоянно бегать по местности и стрелять в вескера. По мере возможности старайтесь прикрывать своего партнера. Чем больше вы в него попадете, тем быстрее пройдет время. Меня зовут профессор Пуданц. Это был Флаг. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ есть мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.sobaka.musдефиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры делал DimaTorzok